МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, поехали. Здравствуйте, уважаемые кинолюбы, киноманы, Олег Пекай и Владимир Веселов вместе с вами. Привет-привет. Всем привет. У нас сегодня сама повестка дня определяется тем, что начался Каннский кинофестиваль. Наверное, об этом мы тоже поговорим. Есть несколько премьер, о которых тоже можно рассказать. В прошлый раз мы как-то не успели поднять тему неудачных браков среди кинознаменитостей. Вот на эту тему поговорить. И заодно можно было бы вспомнить и фильмы про разбитые сердца. Тут еще есть несколько дней рождения. Чоу Гюнфат отмечает дне рождения. Юбилей такой 125 лет Фрэнка Капры. В общем, не знаю, как все успеем. Будем стараться. С чего начнем? Ну, наверное, с премьер, как обычно. Хорошо. Сейчас я тут где-то тут пять спишем, семь на ум пошло. У меня тут затерялись. Смотрю, что, значит, среди премьер появилась картина, которая как будто бы не совсем новая, но, учитывая нашу сегодняшнюю реальность, это просто украинский фильм 2017 года. И «Мир вашему дому» – это такая переделка в киноверсии пьесы Голина «Поминальная молитва». Я в свое время смотрел спектакль в Ленкоме, совершенно потрясающий. Правда, там было два состава. Я попал не на тот, где был Леонов. Говорили, что это вообще как бы билетов было не достать. «Стеклов», где играл эту роль. Но, тем не менее, я в свое время успел увидеть последнее появление Татьяны Пельцер на сцене. Причем она уже была действительно настолько... Ну, в возрасте ей очень было тяжело играть. Она не помнила реплики. И ее очень трогательно опекал Александр Абдулов, который выводил ее на сцену. Практически подсказывал ей все реплики на ухо. Она произносила несколько слов, просто зал вставал, ее встречал овациями. И после чего она... Также ее тихо уводили. И это был такой вот реверант. Она жила театром, и поэтому для нее это были очень важные эти пять минут, которые она проводила на сцене. Но это я к тому, что сама пьеса, она вот в постановке, особенно Марка Захарова, произвела совершенно потрясающее впечатление. Это огромнейший хит. Был вот Ленкомовский на уровне Юнона и Авось. И фильм, конечно, который снят, ну, с неплохими актерами тут из актерского состава. Сейчас, сейчас, сейчас могу. Антон Шагин, вот, который снимался в, господи, в «Стилягах». Я думаю, что многие его помнят. Прекрасная была роль. Там играл Владимир Долинский, вот, уже такой ветеран кино, там, с 70-х годов снимающийся. Но, тем не менее, вот, Евгений Князев главную роль играет. Но, тем не менее, вот, сама постановка, она чем вот-то, вот, ну, мне показалась такая, достаточно театральная, судя по кадрам, которые я видел. Ну, в любом случае, интересно, может быть, посмотреть современное украинское кино с прекрасными актерами. И, ну, не на самый худший сюжет. Вероятно, да, я читал, что это экранизация пьесы «Шалом Алейхам». Нет, это, ну, «Шалом Алейхам», Горин переделал просто рассказы «Шалом Алейхама», и я понимаю, что вот в такой... «Шалом Алейхам» написал рассказы, их переделал Горин, а затем сценаристы написали сценарий. То есть там, где уже... Должно быть все лучше и лучше после каждой переделки. Надо надеяться. Будем надеяться. Еще очень такой любопытный, я бы сказал, такой проект на наших экранах. Это «Магическая битва» или «ЮЮЦУ Кайзен», по-моему, так он... Кайзен, да. Я тоже был удивлен, что на больших экранах стало появляться аниме, причем такие аниме классические, я так понимаю, не какие-то адаптированные для больших экранов, а просто вот реально такие для фанатов. Уж не знаю, много ли здесь фанатов аниме в Латвии, но, возможно, им это будет очень интересно. И такой, я понял, что фильм ужасов, «Тихая ночь». Нет, это не фильм ужасов, это скорее такая социальная драма-не-драма с элементами фантастики. На самом деле ужасов там никаких нету. Не знаю, что там написано, разве ужасы? Я его просто видел, этот фильм, и ужасов там никаких нет. Да, ну это вот фильм, который, наверное, появился во многом благодаря тому, что мы пережили пандемию, люди начали задумываться о таких вещах, как возможный апокалипсис, так скажем. Но просто если раньше в фильмах апокалипсис обычно показывался как-то масштабно, такой Армагеддон в стиле Рональда Эмерика, то есть какие-то Луна сталкиваются с Землей, огромные цунами там и прочее, то в последнее время чуть-чуть поменялся вектор, наверное, благодаря пандемии. Люди стали думать, что, наверное, может все это произойти не так масштабно, может это произойти чуть-чуть по-другому, так скажем, потише. И вектор сменился именно интереса не к масштабности происходящего, а к отношению внутри, так скажем, отношению людей к возможному такому, так скажем, концу света. То есть недавно можно было, можно опять же вспомнить, параллель провести с фильмом «Не смотри наверх», там тоже, то есть сама фабула того, что летит метеорит, а дальше уже то, как к этому люди относятся, и это стало как бы предметом такой острой сатиры социальной. В принципе, здесь примерно то же самое, только если «Не смотри наверх» действие было в Америке, и более такое масштабное в плане того, что много людей, много какой-то информации, много каких-то сюжетных линий, то тут все очень камерно, во-первых. Во-вторых, в Британии. То есть это уже говорит о том, какой будет примерно постановка. То есть чопорные британцы готовятся к концу света, который вот наступит вот-вот, им объявили о том, что наступает некий катаклизм, ядовитый ветер, ядовитый газ, который убивает все живое, и непонятно, откуда он. Кто-то говорит, что это опять проклятые русские, то есть очень, кстати, актуально в связи с последними событиями. Кто-то говорит, что это экология, но факт остается фактом. Значит, британцы готовятся к концу света, и правительство им предлагает, дабы не мучиться, потому что смерть от этого отравления какая-то очень мучительная, предлагает таблетку, которая позволяет уйти на тот свет спокойно. И вот где-то в глуши британской собираются несколько семей и, соответственно, готовятся к принятию этой таблетки, так скажем, и между ними какие-то происходят некие общения, некие такие срывы покровов, так скажем, того, о чем раньше молчалось. Ну вот вокруг этого и крутится сюжет. Я, честно говоря, когда смотрел, думал о том, насколько вообще будет интересно смотреть этот фильм на большом экране. Я не сказать, что я прям вот думаю, что это то кино, на которое хочется пойти. Во-первых, оно достаточно депрессивное, хотя с элементами сатиры, опять же. Не такой, не такой... Ну, это скорее такая сатира внутреннего пользования, наверное, британского. Ну, наверное, есть пару шуток, которые поймут все и будет всем интересно. Но в тот же «Несмотря наверх», там больше выстреливающих, так скажем, моментов. Тут это все более так... Ну, опять же, более по-британски. Поэтому, ну, не знаю, если кому-то очень хочется посвятить этому... Ну, фильм идет всего полтора часа, ну, почему нет? Ну, не знаю. Так скажем, фильм интересный по большому счету, потому что именно раскрывает такую суть человека, как бы перед лицом неизбежности, так скажем. Но, опять же, насколько это стоит потраченных денег, потраченное время, я не могу так сказать. Не могу рекомендовать, не могу не рекомендовать. Ну, тут заявлены в главных ролях Кера Найтли, Лили Роуз Депп, кстати, дочка Джонни Деппа. И я понимаю, что мальчик из этого Джо-Джо... Кролика Джо-Джо, да, очень мальчик, в принципе, можно сказать, был ключевой персонаж, который, в отличие от родителей, которые приняли эту игру, так скажем, веру в правительство, который говорит, принимайте таблетку, все будет хорошо, встретимся на небесах, так скажем. Мальчик, он конформист, он как бы говорит, нет, не хочу, не верю. И, соответственно, вокруг этого конфликта тоже строятся некоторые сюжетные ходы. Так что картина новая на наших экранах. И еще, по-моему, заявлен «Король львенок». Я, честно говоря, как-то не совсем знаю, но это такой, скорее, детский фильм про сбежавшего львенка. Да, детское семейное кино про животных с анимированным львенком. Вероятно, обыгрывается название, видимо, «Король лев», называется «Король львенок». Там про львенка, который сбежал при транспортировке, видимо, откуда-то куда-то, оказался в семье с детьми, и дети решают этого львенка отвезти обратно в Африку. Ну и, соответственно, вот вокруг их приключений. Ну, я думаю, что, как я уже говорил, фильмы о животных, они всегда пользуются для семейного просмотра. Мне кажется, это всегда идеальный вариант. Ну, и вот на прошлой неделе мы говорили про судебный процесс Эмбер Хёрд и Джонни Деппа. Тут за прошедшую неделю, ну, изменилось не так уж, чтобы что-то многое, но говорят, что Эмбер Хёрд поймали на лжи. Она давала показания о том, как она познакомилась с Илоном Маском, и она утверждала, что это знакомство произошло на Мэтт Гала через две недели после того, как у них с Джонни Деппом тогда вот произошла, я бы даже не знаю, как это назвать, ну, ТАСС-40, когда их отношения полностью были испорчены, когда Джонни Депп нашёл такой неприятный сюрприз в кровати, ну, скажем так вот, образно. А между тем Джонни Деппу удалось отыскать свидетелей, которые утверждали, что якобы вот эта Тесла Илона Маска стояла у их дверей в те моменты, когда он уезжал сниматься на съёмки. То есть получается, что Эмбер Хёрд изменяла ему ещё в тот момент, когда они состояли в браке, когда их отношения сохранялись, и таким образом он намекает на то, что, ну, вот она лжёт под присягой, что она, ну, вот... Да, там взаимное обвинение, причём, Маска был не единственный, о ком говорят, что любовники Эмбер Хёрд упоминают другие актёры и модели, мужчины и женщины, то есть там очень всё по-голливудски. Но вообще, собственно говоря, не знаю, может, стоит вообще рассказать, с чего начиналась эта история. Я не знаю, насколько слушатели в курсе, как такая романтическая история любви закончилась таким вот ужасными вещами, о которых теперь читает весь мир и переживает весь мир. Просто, наверное, стоит рассказать, что в 2010 году, собственно говоря, Эмбер Хёрд на тот момент она состояла то ли в браке, то ли в гражданском браке, то ли в официальном с художницей, и она совершила каминг-аут и говорила, что она очень гордится тем, что у неё отношения с женщиной, ну, то есть ничто не предвещало, так скажем. Джонни Депп тоже был в счастливейшем, на самом деле, так кажется, браке с Ванессой Паради, потому что у него было достаточно бурное прошлое, об этом всем известно, что он и алкоголь, и наркотики присутствовали в его жизни достаточно давно. У него были романы со всеми, наверное, красавицами голливудскими и Война на райдер. И, кстати, вот я недавно знал, что Дженнифер Грей из «Грязных танцев» тоже была в его объятиях. И Кейт Мосс, модель, ну, да, в общем и целом. Но вот с Ванессой Паради он смог построить нормальную семью, она его как-то привела в чувство более-менее. И, в принципе, всё было бы нормально, если бы не случился совместный проект под названием «Ромовый дневник», в котором снимались в главных ролях как раз Джонни Депп и Эмбер Хёрт. Фильм я тоже смотрел в своё время, смотрел в кинотеатре здесь, причём в живом переводе Гоблина. Гоблин приезжал сюда, чтобы переводить свой знаменитый гоблинский перевод. Он ездил с этими переводами как по миру онлайн, так скажем, в живую переводил. Вот, и я посмотрел этот фильм, и Эмбер Хёрт там, конечно, она, прямо скажем, ослепительна. По крайней мере, её так сняли. И, в принципе, неудивительно, что Джонни Депп повёлся. Хотя уверяют, что на момент съёмок между ними не было отношений, что это просто была симпатия. Да, официальная версия такая, что всё закрутилось, когда фильм представляли, когда его возили по миру, когда Джонни Депп и Эмбер Хёрт ездили по разным странам его демонстрировать. И на всех этих премьерах они ходили за ручку, и с каждым разом всё ближе друг к другу, и все, собственно говоря, стали уже что-то подозревать. Но фанаты не очень хотели верить, что он всё-таки бросит Ванессу Паради, но через какое-то время это всё-таки случилось. И дальше уже, собственно говоря, то есть романтика закончилась, начались суровые будни, в которых оказалось всё не так замечательно, потому что, ну, скажем так, можно считать меня предвзятым, но я уже определился со своим, с тем, кому я верю и кого поддерживаю. Поэтому очевидно, что я буду так слегка, некорректно, может быть, выражаться в отношении Эмбер Хёрт. Ну, то есть она начала манипулировать Джонни Деппом, заставлять его ревновать, то есть совершать какие-то такие очень манипулятивные действия, то бросала, то возвращалась. Ну, в общем и целом, это сработало, потому что из статуса как бы просто любовницы она через какое-то время, в 2015 году, по-моему, то есть фильм снимали в 2010, в 2015 они добрались до официальных отношений, до брака. И, собственно говоря, брак этот продержался полтора года. То есть долго не женились, потому что у Джонни Деппа мама была очень плохо со здоровьем, она была при смерти, он не хотел как-то совмещать эти вещи все, и в конце концов он все-таки женился, мама на этом присутствовала в церемонии, дети даже его присутствовали от Ванессы Паради, ну и через какой-то полгода, через год мама умерла, а вскоре и брак, собственно говоря, развалился. Причем развалился он достаточно драматично, потому что Эмбер Хюрт, опять же, точно так же, как манипулятивно, она ввела Деппа к этому браку, точно так же она манипулятивно очень начала строить свой этот развод. Она появилась в суде с синяками, и, собственно говоря, все сразу насторожились. Понятно, что тогда на слуху была вся эта тема МИТУ, домашнее насилие, то есть это все было очень актуально, и, соответственно, началась раскручиваться вот эта история о домашнем насилии Джонни Деппа. Она заявила, что он ее бил, о том, что он алкоголик-наркоман, не контролировал себя, вся классика жанра присутствовала. И после этого, как раз вроде бы, я так хронологию точно не помню, после этого Джонни Депп пролетел с франшизой «Пираты Карибского моря». Поскольку «Пираты Карибского моря» это франшиза студии Дисней, а Дисней это, конечно же, моральные семейные ценности, то, конечно же, ни о каких контактах с актером, которого обвиняют в избиении жены, там быть не могло. Поэтому, соответственно, его попросили тут же из этого проекта. Он теперь говорит, что потерял около 20 миллионов просто на том, что его выгнали из... Ну, лишили роли капитана Джека Воробья. В последнее время одна из самых его таких, ну, популярных ролей. Вот. И после этого они как-то решили договариваться, там, что интересно, они договаривались, Эмбер Хёрд требовала денег, и они сговорились на сумме в 7 миллионов, 7 миллионов отступных, и подписали даже, как бы, договор, что, как бы, все нормально, он платит ей 7 миллионов, она отзывает свои обвинения. То есть, чтобы снять с него все эти обвинения. И при этом она очень так, опять же, на публику, видимо, решила сказать, что на самом деле деньги-то ей не нужны вовсе, она, как бы, борется за правду, а деньги она с удовольствием пожертвует каким-то благотворительным организациям. И, по-моему, Джонни Депп тоже парень веселый, он сказал, окей, не проблема, я прямо сейчас эти деньги, вместо того, чтобы тебе отправить, я их прямо вот сейчас и отправлю благотворительным организациям. На что Эмбер Хёрд тут же поменяла свое мнение, сказала, нет-нет-нет, давай ты мне их сначала переведи, а я уж потом как-нибудь сама эти деньги разделю между теми организациями, которыми считаю нужным. Ну, то есть, это вот одна из вещей, о которых сейчас тоже очень активно говорят. То есть, она получила 7 миллионов от него, вроде как все вот до копейки он выплатил ей, и на этом история могла бы на самом деле закончиться, и все на этом. Но в 2018 году почему-то ей захотелось написать, почему-то ей захотелось вырыть этот топор войны, и она в газете написала, в одной из газет написала колонку, в которой сказала, что она, вот такая голливудская актриса, тоже страдает, страдала от домашнего насилия. То есть, она не упоминала Джонни Деппа, но все, собственно говоря, поняли. То есть, она опять свои обвинения, которые забрала на суде, на разводе, она опять их озвучила. И, соответственно, скандал понесся по-новой. На этот раз все уже стало более серьезно. Джонни Депп на тот момент снимался в этих фантастических тварях франшизы, и, собственно говоря, он тоже в роли в третьей части тоже лишился благополучно, потому что, опять же, никто не хотел с ним, никто не хочет с ним теперь работать, потому что одно дело, до этого он судился с газетой, потому что в заголовке его назвали избивателем, избивателем жен. То есть, да, это вот история, которая произошла между этими двумя событиями. Британская газета назвала его избивателем жен, и он подал в суд на газету. И Эмбер Хёрд присутствовала на суде как свидетель, не как обвиняемая или обвинитель, а как свидетель исключительно. И Джонни Депп пытался доказать, что это неправда. И вот именно на британском суде давали показания его бывшие жены и девушки, в том числе, войну на Райдер, в том числе, Ванесса Паради, не помню, кто там еще, но факт тот, что ни одна из них не подтвердила, что он каким-то образом во время брака или во время отношений проявлял насилие вообще. То есть, все его прошлые женщины и, в принципе, даже бывшая жена, которая, ну, вполне могла на него обидеться и сказать, да, вот он такой негодяй, вот, на самом деле его описывали исключительно с положительной стороны. И вот, в принципе, в тот момент у общественности уже закралось подозрение, что что-то здесь, видимо, может быть не так, что тут какие-то, значит, все не так, как кажется. Но, тем не менее, в Британии суд стал не на его сторону, газету, газете ничего за это не было, Джонни Депп потерял, опять же, деньги, опять же, репутацию, вот тогда у него отняли эту роль, потому что он не смог доказать свою правоту. вот, вот, ну и, соответственно, вот сейчас уже не в Британии, а в Америке разворачивается суд о клевете, потому что вот после этой статьи, после этой колонки Эмбер Хёрд, Джонни Депп решил, что с него хватит вся эта, как бы, беспочвенных, так скажем, без доказательных обвинений, и подал суд, соответственно, по-моему, он потребовал с нее 50 миллионов, а она через какое-то время решила сделать ход конем и тоже подал на него в суд, но уже на 100 миллионов. То есть вот перекрестный такой, друг на друга они подали в суд, и в суде решили эти два дела объединить в одно, и вот оно раскручивается, и вот сейчас оно дошло до, вот, как бы, такой горячей фазы слушаний в суде, которым, собственно говоря, все, ну, американцы нет, не только американцы, пристально следят уже последние пару недель, потому что, действительно, как я уже говорил в прошлый раз, не часто в суд пускают даже фотографов в американский суд, а сейчас туда запустили телевидение, то есть оно снимает, и, в принципе, все заседания, все допросы, вот как, это все смотрится как классическая такая судебная, не знаю, сериал судебный, когда допросы адвокаты подлавливают на лжи, и все вот это есть, это вот просто как по сценарию, так скажем, то есть вот Эмбер Хёрд, значит, во время допроса упомянула Кейт Мосс, и одновременно снимают адвокатов Джонни Деппа, и они очень радуются, потому что по закону, если человек, человека упоминает свидетель, то его можно вызвать в качестве тоже свидетеля, то есть если до этого Кейт Мосс нельзя было вызывать, потому что она как бы не фигурирует в данном процессе, то теперь, после того, как Эмбер Хёрд ее сама упомянула в своем разговоре, ее можно вызвать в качестве свидетеля, очевидно, что ничего такого она, наверное, Кейт Мосс не скажет о Деппе, поэтому адвокат его очень радует, то есть какие еще моменты, моменты были такие, что Эмбер Хёрд утверждала, что Джонни Депп ее избил, и она была вынуждена прятать синяки при помощи некой косметики, она вот упоминала достаточно подробно эту косметику, и это была ее ошибка большая, потому что косметический бренд, выпускающий эту косметику, заявил, вы знаете, вообще-то эта косметика вышла через год или два после описываемых событий, то есть это уже был еще один удар именно по репутации Эмбер Хёрд, как человека, которому не совсем можно верить. Ну и, соответственно, недавно прозвучало совсем на днях, дошла речь именно до этих несчастных семи миллионов, которые она должна была пожертвовать на благотворительность, и появились представители этих фондов, которые сказали, вы знаете, мы вообще-то этих денег и не видели. По крайней мере, она обещала разделить эти деньги на две части, три с половиной миллиона, отправить в какой-то, не помню, там, детской больнице, и они сказали, вы знаете, мы этих денег не видели, мы ее просили, спрашивали, когда они прибудут, а она сказала, извините, у меня сейчас с финансами не очень, поэтому вот так вот. И был допрос ее, то есть прямо на видео с ее допросом ее раскручивают на счет этого, и она признает, что за нее часть денег, даже ту часть, которую она платила, на самом деле, платил Илон Маск тот же. То есть она, видимо, попросила его часть денег. То есть из тех 7 миллионов, которые ей перечислил Депп, на благотворительность ушло, ну, то есть всего ничего, видимо, а может и ничего и не ушло. Ну, то есть это уже достаточно серьезные такие удары по репутации, по репутации ее как актрисы. Ну, то есть вокруг этого суда сейчас очень много всяких фактов. факт в том, что фанаты Деппа уже подали петицию о том, чтобы ее выгнали, ее саму выгнали из франшизы Аквамен. То есть это была достаточно такая популярная франшиза, в которой она получила роль, ну, не то, что не ключевую, но одну из заметных. И вот сейчас должна выйти, снимается очередная часть, и фанаты и раньше эту франшизу, эту петицию подали, но тогда у них не было достаточно убедительных оснований, так скажем, то сейчас более чем достаточно, и петиция набрала уже 4 миллиона подписей. То есть это и через какое-то время пишут, что если так пойдет дальше, то это будет самая подписываемая петиция вообще за всю историю вот американской системы этих петиций. То есть 4 миллиона человек считают, что ее нужно выгнать из этой франшизы, и судя по всему к ним студия прислушалась, потому что сама Эмбершерт признала, что ее экранное время ее героини сократили до минимума, а возможно, что и вообще вырежут при монтаже полностью. Ну вот такая вот у нее тоже сейчас драма. Ну, в общем, не знаю, жалеть ее, не жалеть, можно жалеть, ну, возможно, она как-то... Посмотри, вот ведь ситуация, если так вот в сухом остатке глянуть, ситуация выглядела достаточно расчетливая хищница, сначала заполучает правдами и неправдами богатого мужчину, причем ни одного, я понимаю, богатых мужчин она любит использовать, но Илон Маск может быть более циничен, более расчетлив, он не собирается... И изворотлив. заключать брачный договор, Джонни Депп вот повелся, и та ситуация, когда она предъявляла доказательства, они ведь тоже сейчас, ну, ее поймали за руку на том, что, скорее всего, выглядело все так. Она специально провоцировала Джонни Деппа, ну, вот, его заводила, провоцировала, затем включала телефон и снимала его реакцию, потому что, ну, там говорили о том, что все это обрезано, вот видно, да, какая-то вот, ну, злая реакция Джонни Деппа, он на нее ругается, он там швыряется, пинает там предметы, но при этом, как бы, мы не знаем, что предшествовало этому, вот, что было до этого, и все чаще, ну, сам Джонни Депп вот именно говорил о том, что она его провоцировала, и только потом он понял, что она тайком снимала вот на телефон его, вот, ну, эти все выходки, когда, ну, я думаю, что в любой семейной ссоре можно поймать вот даже самого спокойного человека, вывести из себя, заснять его и представить его монстром и, ну, таким достаточно неконтролирующим свое поведение. Ну, вот, в том-то и дело, что если еще в момент развода люди, как бы, верили ей, ей бы, в общем-то, остановиться и получив свои 7 миллионов успокоиться, потому что, как бы, она получила поддержку, она получила деньги, она получила поддержку, она, как бы, люди ее жалели, роли она тоже получила, в принципе, все было, но зачем-то она решила эту карту разыгрывать дальше и вот тут, собственно говоря, нашла коса на камень, то есть теперь она теряет друзей, теряет контракты, потому что люди перестают ей верить, потому что действительно всплывают все больше противоречивой информации, то есть, опять же, читал, что давали показания полицейские, которые прибыли на место, когда она вызвала их по поводу избиений и они утверждают, что на момент, когда они прибыли, в квартире не было никаких следов драки и на самой актрисе не было никаких следов побоев, которые она потом демонстрировала. Ну, опять же, вот эти все манипуляции, свидетели Джонни Деппа говорят о том, что она действительно, как ты говоришь, его провоцировала и вела себя зачастую не очень адекватно. Психолог, к которому они ходили, сказал, что, ну да, возможно, насилие какое-то было, но оно было обоюдным, так скажем, то есть, они оба достаточно травмированы, как сказал психолог в детстве, и просто вот друг друга, не знаю, как, морально насиловали друг друга в этом браке, не хотели отпускать, и вместе им тоже было не очень хорошо. Но при этом вот до этого весь мир ополчился на Джонни Деппа, и это действительно большая трагедия, потому что актер, на самом-то деле, если вдуматься, это актер, любимый миллионами. Джонни Депп, это просто как бы олицетворение актера, который знают и любят, любили, по крайней мере, все. То есть, актер, который начинал сниматься первой его роли в «Кошмаре на улице Вязов», если кто не в курсе. То есть, он на экране практически, он еще подросток, на экране он практически всю жизнь он снимался во всех жанрах, во всех... Я хочу сказать, что до того, как он появился в «Пиратах Калибского моря», он славился, именно его говорили о том, что он снимается всегда в очень добротном, качественном кино, для него это важнее, чем получение миллионных гонораров, и он в какой-то момент был самым популярным актером, скажем, независимого кино, потому что его можно было видеть всегда как знак качества, в принципе. так скажем, к определенному этому возрасту он стал таким эксцентричным, как бы богатым, эксцентричным актером, то есть, он снимался у Тима Бертона постоянно в каких-то очень нестандартных ролях, то есть, очевидно, что человек снимался не ради денег, человек снимался в свое удовольствие, получал от этого процесса радость, ну, как бы, и вот после этого, после произошедшего его выгоняют, перед ним закрывается дверь, он становится нерукопожатым, то есть, он говорит, что, ну, вот слова самого Деппа были такие, что, независимо от того, что сейчас этот суд решит, моя, как бы, я проиграл уже тогда, когда обвинения были произнесены, то есть, репутация, она не вернется так просто, даже если сейчас признают, Эмберфюрд признают, что она обманул, репутация, да, так не восстанавливается, ну, не хочется в это верить. Ну, ты знаешь, вот я, сразу у меня возникает другая история, которая, может быть, не такая, ну, драматическая и яркая, но вспомни, о Кевина Костнера, когда во время съемок фильма «Водный мир», у него закрутился роман, вот, с, там, какой-то местной девушкой, это, ну, такая история, в общем, достаточно стала, он, ну, она стала известна из-за того, что газетчики раструбили об этом, жена подала на развод, а жена, вот, она шла с ним, ведь они были в браке с юношеских пор, она прошла с ним весь путь до вершины карьеры, она с ним снимала, ну, была рядом с ним, когда он снимал своих, там, танцы с волками, и она мучилась, ну, то есть, она ему помогала, обеспечивала быт, была рядом, ну, таким надежным тылом, и то, как он, в общем-то, ну, поступил с ней, ну, многих, может быть, не то, чтобы отвернуло, он, казалось бы, он остался таким же ярким, популярным, но вот что-то сломал, как будто бы судьба, вот, закрыла перед ним двери, водный мир провалился в прокате, идеальный мир, еще один был провал, фильм «Война», третий провал, и вот после трех, там был потом «Почтальон», это была финансовая катастрофа, когда он все-таки попытался самостоятельно, и после вот этих четырех катастроф подряд, все, Кевин Костнер снимается сейчас, ну, во второплановых ролях, если большое какое-то кино, и в главных ролях, ну, в малобюджетных фильмах, его карьера завершилась, как будто бы, ну, кто-то наказал его за, ну, такой вот изменой жене. Да, вот, я как раз об этом тоже подумал, потому что вот сейчас появилась новость о том, что Кевин Спейси, например, снова снялся в фильме, и этот фильм вот как раз на Каннском фестивале будут продавать, так скажем, но, опять же, это фильм какого-то там болгарский, что-то такое, то есть это тоже скандал на сексуальной почве, на почве домогательств, который, опять же, то есть человека обвинили, человека вычеркнули из всех возможных вариантов работы, но суда как такового не было, никто не доказал его вины, а Кевину Спейси пришлось уйти, в общем-то, в подполье, так скажем, совершенно ему пришлось еще и сделать камин-аут, возможно, он не хотел этого делать, но ему пришлось, вот, плюс его выгнали из прибыльного и популярного сериала «Карточный домик», то есть, ну, тоже карьера пошла на спад, и сейчас, да, его снимают, сняли, наконец-то, после скольких там, четырех лет где-то, но это пока очень-очень такие, где-то, фильмы категории, не знаю, «Бэйлице», тот же пример с Мэлом Гибсоном, например, тоже после, у него, кстати, это похожая история, о которой ты рассказывал, у него был очень крепкий брак, потому что он там такой христианин, очень, значит, истый католик, большая семья, много детей, и вот что-то ему, значит, стукнуло где-то там, в 50 лет закрутить роман, скандальный плюс, вести себя не очень адекватно, набиваться и прочее, и через какое-то время, плюс антисемитские высказывания, все это стоило ему, опять же, карьеры, какое-то время он был полностью вычеркнут, но его вытащили, так скажем, друзья, даже Джоди Фостер, по-моему, его позвала в свой проект, и сейчас он снимается, но тот уровень фильмов, которые он снимался ранее, и которые он снимается сейчас, не сопоставим, так скажем, то есть тот же Джонни Депп, о котором мы сейчас говорим, он снялся в новом фильме, какая-то французская лента, где он играет короля, но очевидно, что это уровень, так скажем, какого-то национального кино французского, это не сопоставим с его популярностью, с прежним статусом. Да, я надеюсь, что все это как-то удастся так или иначе решить, удастся так или иначе вернуть, потому что было бы очень обидно, но, с другой стороны, хочется сказать, что, возможно, вот этот суд, он будет нанесен удар не только по, с его помощью будет нанесен удар не только по карьере Эмберхёрд, не то, что я прям злорадствую и жду, когда ее там как-то низвергнут. А, в принципе, по вот этой системе, когда доверяют словам предполагаемой жертве, не проверяя, без суда и вычеркивают, ну, вот та самая культура отмены вот во всех ее проявлениях, о которых мы говорили, которая просто оборачивается чем-то очень нехорошим, потому что изначально вроде бы это действительно дело хорошее, наказать тех, кто считает себя небожителем и до кого как бы для кого закон не писан, но превращается это в какой-то вот самосуд, который перечеркивает карьеры талантливых людей без, не имея на это собственно оснований и доказательств. Я думаю, что Эмберхёрд, она как бы медвежью услугу оказала всем феминисткам. Ну да, а я хочу добавить, что иногда бывает и ведь наоборот, если ты вспомнишь историю Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, то здесь как раз неудачный фильм их, ну из-за того, что вот фильм Джильи провалился в прокате, его очень так полоскали, они вот расстались и судя по всему не были все-таки счастливы друг без друга, ну судя по тому, что они в конце концов сошлись вместе, может быть, если бы не эта неудачная картина, тут получилось так, что их работа скорее вот развела и такие тоже получаются вот истории, что вот может быть... Возвращаясь если от депрессивных плохих браков к хорошим, то вот возможно будем надеяться, что эта история будет хорошая, потому что да, люди расстались, но сейчас по прошествии скольких там 15 лет они как-то видимо стали более взрослыми и более умными, мудрыми и поняли, что наверное стоит возобновить отношения, которые были не так плохи и надеемся, что из этого что-то выйдет реально и не превратится вот во что-то такое, во что превратился скоропалительный, так скажем, скоропалительные отношения Деппа и Хюр. Нам показывают, что время истекло, к сожалению, не успели не поговорить про Каны, не успели про именинников, ну ладно, как-нибудь в следующий раз. Владимир Веселов, Олег Пеков, спасибо огромное всем тем, кто слушал и до следующей среды, до свидания. Да, всем пока. Вы слушайте Радио Болтком.